МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На заводе ЗИК-100 до конца года соберут 50 пассажирских вагонов. Как проходит процесс их создания? Какие еще перспективные производства есть на заводе? 770 тысяч тонн зерновых намолотили аграрии СКО. Как проходит уборка урожая? В Петропавловске начала свою работу ежегодная августовская конференция. О чем говорили на встрече педагогов? Уборочная страда активно идет в регионе. В этом году площадь посева составила 4,5 миллиона гектаров. Из них большая часть – это зерновые и зернобобовые культуры. Убрали 645 тысяч гектаров, намолотили 770 тысяч тонн зерна. Эти данные журналистам на брифинге привел руководитель областного управления сельского хозяйства и земельных отношений Мейрам Мендебаев. Среди районов по уборочной площади на сегодня лидирует Джамбулский район 27,6%, Валихановский 23,3% и Исильский район 21,7%. Проведена работа по сортообновлению. По области высеяно 46,6 тысяч тонн элитных семян, что составляет 9,5%. Для повышения плодородия почв в текущем году планируется внести порядка 200 тысяч тонн. Большую работу сельхозтоваропроизводители ведут и по минеральным удобрениям. Более 175 тысяч тонн уже внесли на площади 2,3 миллиона гектаров. Наш регион в зоне рискового земледелия, и влага здесь – лимитирующий фактор. Чтобы получить качественные корма, аграрии активно внедряют передовые технологии. Например, система орошения позволяет не только увеличить урожайность культур, но и систематизировать весь процесс. В 2023 году площади орошаемых культур увеличили в два раза. Основными возделываемыми культурами являются картофель, овощи и кормовые культуры. В этом году будут введены пять инвестиционных проектов по вновь вводимым орошаемым землям с применением водосберегающих технологий. Общая площадь которой составит более полутора тысяч гектар. Данные проекты осуществлены благодаря государственной поддержке. Стоимость пяти проектов составляет более трех миллиардов тенге. Особое внимание в период уборки новой высокопроизводительной техники. С начала года приобрели 1660 единиц на 43 миллиарда тенге. Что касается горюче-смазочных материалов, то аграрии снабжены удешевленным топливом в полном объеме. Цена за литр – 250 тенге. Волноваться не стоит, отмечают специалисты. На работу идут своевременно. А это значит, урожай соберут в оптимальные сроки. Анна Куликова, Лишера Шимов, Шерниас Иманов, МТРК. 42,5 гектара – это площадь территории завода «Зик-100». Много лет из-за ненадобности солидная ее часть простаивала без дела. Часть зданий сильно обветшала, поэтому для дальнейшей эксплуатации они не подойдут. Их сносом над предприятием начали заниматься в конце прошлого года. В 2024 году на этой территории начнется строительство нового производственного корпуса. Порядка 14,5-15 тысяч квадратных метров в корпус с объемом производства. От 2,5 до 3 тысяч вагонов в ассортименте полувагонов и также платформ. Если с одной стороны заходит металл, уже на выходе идет полностью вагон. То есть вот эта логистика, которая раньше у нас была прежде, мы сейчас уходим от этого. Запчасти у нас в одном месте будут, комплектующие, и все оборудование под одной крышей. Так все процессы на заводе будут происходить значительно быстрее и удобнее, объяснил Ренат Шамсуддинов. По словам генерального директора акционерного общества, строительство нового производственного корпуса займет чуть больше года. Сейчас на предприятии занимаются поиском подрядчика и подбором оборудования. Параллельно выполняют действующие заказы. Закончить до следующего года, апреля месяца, контракт по выпуску 80-футовых платформ. Он был заключен у нас в 2020 году с КТЖ «Экспресс». Все, должны закрыть контракт на 2 тысячи. Также на следующий год нашими акционерами прорабатываются, переговоры ведутся по производству. Еще тысячи 80-футовых платформ, а также полувагонов, пассажирских вагонов до 150 вагонов на 2024 год. До конца года на предприятии планируют собрать 50 пассажирских вагонов общей стоимостью примерно 40 миллиардов тенге. 16 единиц уже собраны и колесят по железной дороге Казахстана. Вернемся к самому крупному заказу завода – к изготовлению 80-футовых платформ для перевозки морских контейнеров. После полной сборки такая конструкция длиной 25 метров способна выдержать вес 68,5 тонн. За смену на заводе выпускают по 6-7 платформ. Изначально поступает металл, режется металл, делаются из него детали, поступаются на другие узлы, где собираются эти детали из узлов. И, соответственно, уже рама с этих узлов отдельно собирается и уже поступает на мой участок. Здесь происходит окончательная сборка платформ, то есть идет покраска, испытание автотормоза, ну и сдача продукции уже окончательная. Здесь работает бригада слесарей, маляра, сдается продукция АТК. Работают посменно, хотелось бы, чтобы приходили молодые кадры, чтобы была перспектива в дальнейшем. Сейчас на ЗИК-100 трудится около 300 человек. В среднем за свой труд работники этого предприятия получают 200 тысяч тенге. После запуска нового производственного корпуса сотрудников на заводе станет еще больше. К этому моменту на предприятии планируют увеличить размер заработной платы. Дарья Пашмынцева, Александр Янцен, МТРК. Мужские стрижки любой сложности, химические завивки, бритье, уход за кожей лица. Эти услуги оказывает барбер Игорь Батырев. В салоне он трудится не так давно, но уже имеет немало постоянных клиентов. Безупречный вкус и мастерство заставляют посетителей возвращаться к молодому мастеру. Талант и интерес к сфере красоты у Игоря с детства. В 11 классе я пошел на курсы по женским стрижкам. Попробовал постричь, понял, что мне это понравилось. И в дальнейшем решил, что свяжу свою жизнь со сферой красоты. Закончил я в Омске обучение свое. Приехал обратно домой и встал в вопрос о том, где я буду работать. Сходил в центр занятости. Мне сказали, что сейчас проходят курсы, обучение набирают на курсы по барбершопам. Обучение проводила директор барбершопа Татьяна Клобукова. Свой салон она открыла 5 лет назад при помощи льготного кредита от фонда Дому. Часто вставал вопрос с дефицитом кадров. Потому предпринимательница обратилась в центр занятости и сама провела обучающие курсы для безработных. Я была в поисках сотрудников. В марте мы начали учебу. 15 человек пришли на курс. В 20,5 месяца у нас делился курс. В мае был выпуск. Все успешно закончили. И вот остались работать. Все трудоустроенные у меня в барбершопе и по салонам города. Обучение было бесплатным. Кроме того, ученики получали стипендию. Всего по Североказахстанской области возможностью освоить новую профессию и трудоустроиться воспользовались 137 человек. 85% из них уже получили работу. Безработные проходящие обучения обеспечиваются государственной поддержкой по оплате обучения стипендии в размере 21 1787 тенге, а также материальной помощью на проезд за весь период в размере 13 800 тенге. На проживание ежемесячно 34 500 тенге и прохождение медицинского осмотра за весь период в размере 6 900 тенге. Продолжительность обучения составляет до 6 месяцев. Деньги на проживание и проезд получают только жители районов. Сейчас по Североказахстанской области дополнительно поступили заявки на обучение от 27 работодателей. Им требуется около 100 работников в сфере услуг, сельского хозяйства и общепита. Агирим Хамзин, Азамат Баймукан, МТРК. Полицейские усилили разъяснительную работу среди любителей электротранспорта велосипедов. Инспекторы напоминают об ожидаемых 30 августа поправках в закон о дорожном движении. Вы должны достигнуть 18 лет. Должна быть категория, любая категория водительского удостоверения. И у вас должен быть шлем. В темное время суток должен быть какой-нибудь предмет, светоотражающий. То есть, например, на рюкзак, на рюкзак. Согласно ожидаемым поправкам в закон о дорожном движении, скорость езды по тротуарам на малых электрических транспортных средствах должна быть снижена до 6 км в час. А при езде на проезжей части водители самокатов должны будут носить шлем и иметь водительское удостоверение любой категории. С начала года на дорогах области зарегистрировано 184 дорожно-транспортных происшествия. В которых 22 человека погибли и 266 получили травмы. Из них с участием велосипедистов одно ДТП, с участием скутера также одно. Пострадали велосипедисты и водитель скутера. Камила Карим при содействии пресс-службы областного департамента полиции. Полицейские прокомментировали в отца про ссылку о замене домофона. В последнее время северокзахстанцы ее получают часто. По информации пресс-службы областного департамента полиции, фотообъявление, где указан QR-код от одной из управляющих компаний, недостоверное. В подобных случаях нельзя сканировать или переходить по непонятным ссылкам, напоминает стражи порядка. Если же вы сомневаетесь, то напрямую обратитесь в фирмы, которые обслуживают домофоны ваших подъездов. К слову, идентичные объявления активно гуляют и в соседних странах. В частности, в российских пабликах и сообществах ВКонтакте. Мы, стоматологическая клиника Beauty Den, с 2017 года воплощаем мечты наших пациентов о здоровой и безупречной улыбке в реальность. День за днем мы делаем все возможное, чтобы внедрить новейшие инновационные технологии. Оказываем полный спектр стоматологических услуг. Работаем только с качественными материалами. Наша команда врачей – это сформированная и слаженная группа профессионалов с многолетним опытом успешной практики. Отзывы наших пациентов свидетельствуют о качестве и результативности наших услуг. В Beauty Den каждый пациент – это ценность, и мы гарантируем индивидуальный подход к каждому. Наша цель – дать вам не только идеальную улыбку, но и комфортное, безболезненное и доверительное посещение стоматолога. Борцы с коррупцией запустили проект «Антикоррупционное волонтерство». К акции подключились работники Петропавловского автовокзала. Активисты на 42 межрайонных маршрутах распространят материалы с информацией на антикоррупционную тематику. Средний пассажиропоток Петропавловского автовокзала в день составляет 950 человек. Соответственно, жители сел по пути следования теперь, заходя в автобус, могут просмотреть ролики на антикоррупционную информацию и также записать контакты для того, чтобы сообщить о административном барьере или какой-либо коррупции. Волонтеры расклеивают информацию в автобусе по маршруту Петропавловск-Мамлюдко-Дубровная-Присновка и рассказывают пассажирам, что нужно делать, если столкнулись с фактами взяточничества. Каждый житель, мы считаем, что должен знать номер 14, колл-центр антикоррупционной службы 1424, куда могут заявить о том, что по отношению к вам происходит коррупционное поднарушение, допустим, требуют незаконно за трудоустройство, за какие-то моменты в ЦОН, ГАИ и так далее. Цель проекта – формирование в обществе атмосферы нетерпимости коррупции, отмечают в антикоррупционной службе. К этому проекту мы привлекаем не только ТО, АО и постоянных жителей, мы привлекаем всех граждан нашей области. Для чего? Для того, чтобы сформировать антикоррупционный иммунитет. К сожалению, какая бы работа в оперативном следствии ни проводилась, пока у народа не сформируется иммунитет, неприязнь к коррупционным правонарушениям, пока они не научатся правильно вести себя, увидев даже антикоррупционную ситуацию, мы не сможем побороть коррупцию. Североказахстанцы, ставшие жертвами или свидетелями коррупции, могут обратиться в Кулцентр антикоррупционной службы по номеру 1424. Камила Карим, Шарния Зыманов, МТРК. Традиционное республиканское августовское совещание работников образования стартовало в Казахстане. Девиз собрания «Справедливый Казахстан, честное поколение, качественное образование, успешная нация». Педагоги каждого из 20 регионов на секционных заседаниях обсудили свою тему. Североказахстанские учителя говорили о педагогических кадрах. К нам приехали со всех регионов страны поделиться своим опытом, узнать опыт нашей области по развитию педагогических кадров. Мы проводим комплексную работу, в том числе по привлечению педагогов на специальности, которые наибольший дефицит составляет математики, русского языка, литературы, английского языка. Здесь мы с нашим университетом плотно работаем. IT-технологии – основа будущего. Их применяют во многих отраслях. И школа не стала исключением. Сегодня учителя, руководители и сотрудники управления образования увидели, как внедряются достижения техники и насколько важна их роль в процессе получения знаний. На выставке педагоги показали свои наработки, которые позволяют сделать обучение более интересным, а школьников – увлеченными. То есть здесь один из инструментов, когда мы берем изображение, выставляем его в четыре направления с помощью любого видеоредактора. С помощью находчивости, ловкости, рук и никакого мошенничества мы можем свободно сделать из этого изображения, которое будет демонстрировать то, что физически нельзя показать у нас в кабинете. На фоне всей этой презентации слышна очень замечательная релическая музыка, которая также разработана, как и сама презентация искусственным интеллектом с предоставлением моего материала. Эти инструменты позволяют учителям показать то и показать таким образом свой предмет, свои идеи, свои заинтересовывающиеся материалы. Настолько интересно, чтобы учащиеся очень сильно привлеклись. Для работников образования провели экскурсию по дворцу школьников. В кабинете гидропоники показали, как можно получить экологичное удобрение с помощью рыбы. Уникальное оборудование имеет данная лаборатория, в которой мы получаем большое количество органических удобрений. Из живых организмов, используя рыб теляпий и азотистые удобрения. Оборудование по выращиванию рыб. Причем оно идет в цикличной системе, где вода используется постоянно. Основной ориентир сферы образования на молодых специалистов. В этом году 204 учителя вышли на работу в школы. Прием до сих пор продолжается. 25 августа пленарная сессия продолжит работу. В режиме онлайн к ней подключатся 12 тысяч педагогов из 20 регионов. Анна Житская, Шерния Сыманов, МТРК. Так, участников августовской конференции педагогов встречают в IT-школе-лицея имени Макжана Жумабаева. На базе этого учебного заведения состоялись мастер-классы, посвященные подготовке сильных педагогических кадров. Их организовали эксперты Национального центра повышения квалификации ОРЛЕО. Особенность мастер-классов, скажем, в отличие от секционных заседаний, заключается в том, что это выступления, во-первых, очень практико-ориентированных спикеров, опытных педагогов, которые представляют какие-то авторские модели обучения, воспитания и развития целой школы, целого региона, допустим. Регламент работы каждой секции, которая состоит из мастер-классов, предполагает по 3-4 мастер-класса. А поскольку таких секций у нас несколько, то в этом случае, с одной стороны, охват большой. Продолжительность мастер-класса составляет 15-20 минут. Перед их началом педагоги знакомились, рассказывали про учебные заведения, которые они представляют. Кульнас Мусагулова приехала на августовскую конференцию из Шимкента. На конференции я единственный педагог, который представляет Шимкент. В Петропавловске я в первый раз рассчитываю получить новые знания, познакомиться и перенять опыт коллег. Стараюсь постоянно развиваться, чтобы повысить свою квалификацию. Подобные мастер-классы проходят в нескольких школах, а также в детских садах областного центра. Всего в таком обучении примут участие 214 педагогов из разных регионов страны. Дарья Пашмонцева, Самат Баймукан, МТРК. В Петропавловск приехал потомок Аблайхана Асалхан Ашимханов. Он прибыл, чтобы принять участие в мероприятиях, посвященных 15-летию резиденции Аблайхана. Потомок в седьмом поколении, приехав из города Тимиртау, рассказал о том, как отыскал свои исторические корни. Я потомок Аблайхана в седьмом поколении. Об этом я узнал в 97-м году благодаря газете «Анателле». Там была рубрика про родословные семей. Сопоставив эту информацию, я убедился, что являюсь потомком Аблайхана. Сейчас рассказываю об этом своим детям и внукам, о том, каким правителем он был и какую значимую роль сыграл в нашей истории. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова